Здравствуйте, мои дорогие зрители! Речь сегодня пойдет о китайской мази от псориаза и других дерматологических проблем. Мазь эта называется король кожи. Во второй части видео я расскажу о том, как влияют на здоровье вещества в составе мази король кожи. Высокая эффективность мази определяется ее уникальным составом. Это сочетание синтетических компонентов, действия которых экспериментально и клинически доказано в западной медицине, и растительных веществ из аюрведической практики. Первая и активная составляющая это тетоконозол. Это противогрибковый лекарственный препарат. Оказывает выраженное фунгицидное и фунгистатическое действие, нарушая биосинтез веществ, которые необходимы для образования клеточной мембраны грибов. Активен также в отношении стафилококков и стрептококков. В медицинской практике тетоконозол широко используется внутрь и наружно при различных микозах стафилококковой и стрептококковой инфекции. Следующее вещество это клавитозолопропионат. Это глюкортикостероидное средство для наружного применения. При нанесении на кожу быстро облегчает зуд, который наиболее тяжело переносится многими больными, уменьшает аллергическое проявление и воспалительные процессы в коже, а также тормозит выделение экссудата. Неомициносульфат – это антибиотик широкого спектра действия, который активен в отношении граммоположительных и граммотрицательных микроорганизмов. Его применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи, в том числе при фурмакулезе, пиодермии, инфицированной экземе и других поражениях. Предупреждает и устраняет вторичное инфицирование пораженных областей тела и направлен именно на подавление микроорганизмов. Следующая составляющая – это уже продукт растительного происхождения, это сандал, который в тропических странах высоко ценится благодаря своим антимикробным, противовоспалительным, обезболивающим и тонизирующим свойствам. Кашицу из порошка древесины и сандаловое эфирное масло обычно используют при дерматитах, акне, крапивнице, экземе, псориазе, при укусах насекомых. Сандал охлаждает кожу, уменьшает зуд и болевые ощущения, двигает кровь и нормализует кровообращение, ускоряет выведение токсинов при воспалительных процессах, а аромат сандала расслабляет, успокаивает, помогает при раздражительности и бессоннице. Дальше – это капурка чаря. Это растение, известное в Аюрведе как природный антисептик. Он оказывает местное антисептическое, анальдизирующее, охлаждающее и противовоспалительное действие, возбуждает чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает питание тканей. При кожных болезнях обезболивает, устраняет воспаление и отек тканей и помогает быстрому заживлению эрозий. Следующий ингредиент – это туласи, или туласи, не могу точно сказать, но это местное название базилика тонкоцветного – одно из основных аюрведических лечебных средств. Растение данное считается священным в некоторых странах индуизма. Активные компоненты растения, в первую очередь эфирное масло, обладают мощным антисептическим и противовоспалительным действием. Сок листьев употребляют как ранозаживляющее при ранах, язвах, а также при грибковых инфекциях. Туласи включают в состав косметических средств для увлажнения и питания кожи, а также для снятия раздражения. Наверное, один из самых известных ингредиентов – это куркума, знакомая всем пряность, улучшающая пищеварение. Однако в Индии и в Китае она находит применение и при кожных болезнях. Но это не только в странах Юго-Восточной Азии. Сейчас турмирик – это другое название куркумы – повсеместно завоевал огромнейшую популярность благодаря именно вот этим антисептическим, антиоксидантным действиям. Ну, более подробно и детально сейчас скажу об этом. Куркума улучшает микроциркуляцию, активизирует обменные процессы в коже, обладает обезболивающими, очищающими, то есть детоксицирующими и антисептическими свойствами. Эфирное масло растения оказывает антиоксидантное действие, защищая кожу от негативного воздействия окружающей среды. Следующая составляющая – это НИИМ или МЕЛИЯ ПЕРСИДСКАЯ. Обладает сильным антисептическим и противозудными свойствами, устраняет воспаление, раздражение, шелушение кожи, улучшает местный иммунитет, ускоряет заживление пораженных тканей, нейтрализует токсины, тонизирует и омолаживает кожу. Раньше в Индии листья НИИМа накладывали на раны, синяки и нарывы для их скорейшего заживления, а отвар из листьев использовали при лечении герматита, экземы и даже проказы. Еще один продукт – это солодка голая или ястиматху. В аюрведической медицине именно так эта солодка называется. Экстракт солодки оказывает противовоспалительное, антидистаминное и антиаллергическое действие. Смягчает и ускоряет восстановление тканей, регулирует работу иммунной и нервной системы. Глицеризин, содержащийся в растении, по структуре и действии подобен стероидному гормону кортизону. И это мощное средство, тормозящее воспалительные и аллергические процессы, в том числе при кожных заболеваниях, экземе, псориазе и аллергическом дерматите. Еще одна составляющая – это тальк. Это природный материал, богатый магнием и кремнием. Широко применяется в дерматологии, как главная составляющая детской присыпки, в сухих дезодорантах используется, в некоторых антибактериальных средствах, а также как вспомогательный компонент многих кремов и мази от псориаза. Что является противопоказанием к использованию мази? Мазь не назначают, если у пациента имеется индивидуальная непереносимость к каким-то компонентам препарата. Если есть повышенная чувствительность к титоконазолу, если это розовые угри, юношеские угри, простой герпес, переоральный дерматит, почечная или печеночная недостаточность, нельзя использовать детям до 2 лет при беременности, в период кормления грудью и при нанесении на кожу, возможно, всасывание веществ в системный кровоток. Поэтому в случае поражения в больших участках кожного покрова, мазь следует применять с осторожностью и не наносить сразу на огромные очаги поражения. Форма выпуска. Это пластиковая баночка. Вес продукта 7 грамм. Срок годности 36 месяцев. Баночка имеет вот такой вид. Она в виде футляра выполнена. Крышечка снимается. Здесь все запаковано. Мазь бела слегка-слегка розоватого такого цвета, розовым это не назовешь, но и не белоснежная, с очень-очень-очень приятным запахом. То есть здесь абсолютно ничего отталкивающего, как бы плохо переносимого или неприглядного нет. Очень быстро, тонко распределяется по коже. И хорошая такая укрылистая способность. И несмотря на небольшой объем, как и всех концентрированных средств, хватает этого пузыречка надолго. Поэтому могу порекомендовать и спробовать данный продукт для лечения каких-то кожных проблем. Ну а если необходимо побороться с псориазом, то, наверное, стоит обратить на эту мазь особое внимание. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Благодарю за просмотры. Всего доброго.